Более 50 спортсменов из шести регионов страны на протяжении трёх дней показывали своё мастерство в управлении самодельными самолётами. Во Всероссийской научно-технической олимпиаде по авиамоделированию при поддержке Министерства образования участвовали 11 саровчан. Помимо практических полётов, ребята проходили тестирование на знание истории авиации и представляли свои проекты. В общем зачёте среди старшеклассников наша команда заняла первое место. Младшие школьники заняли третье место, но это связано с тем, что у нас в младших школьниках была неполная команда, у нас не было модели пилотажной. В классе скоростных моделей среди младших школьников отличился Илья Чернышов, он занял первое место с очень хорошим результатом, с личным рекордом 205,8 километров в час. Это фактически выше третьего разряда. Павел Ефимов и Илья Ганин выступали в паре. Первый юноша в качестве механика, второй пилота. Несмотря на ветреную жаркую погоду и технические неполадки, ребята заняли третье место в старшей группе гоночных самолётов. Наш основной самолёт подвёл нас, нам пришлось лететь на втором. Второй у нас выдал очень бешеный результат, до которого мы ещё не доросли, так сказать. Поэтому пришлось уменьшать скорость, стараться. После чего мы не особо быстро полетели и в финале в итоге не поймались. Быстрая посадка достаточно получилась. Александр Веселов авиамодельным спортом занимается уже три года. На соревнованиях юноша выступал пилотом гоночной модели и занял второе место. За защиту проекта ему присудили третье место. Было три тура и один финал. В турах надо было пролететь 50 кругов. Кто быстрее, тот и выиграл. А в финале 100 кругов. Один круг – это 100 метров. 15 и 16 июля 24 участника из 12 городов России соберутся на Саровском кордодроме. В нашем городе пройдут всероссийские соревнования по авиамодельному спорту. В первый день будет два тура. В воскресенье – третий тур, по результатам которого определят победителей.